Всем привет! Меня зовут Денис Шевченко и вы находитесь в сообществе Первый Лад. Сегодня мы с вами разберем традиционную песню, которая называется The House of the Rising Sun, которую прославили сначала черные, фолксингеры, Лэдбилли, а затем и группа Animals, большинство знают именно их версию. И мы разберем на акустической гитаре, как это играть, более приближенно к их ритмическому и композиционному поцелу. Помимо того, что это хорошая песня, это песня, которую несложно сыграть под акустику, плюс это отличное упражнение для того, чтобы играть арпеджио аккордов и тренировать вашу правую руку со скачком со струны на струну. Кстати, о простоте. Еще больше уроков и еще проще их найти у нас на сайте, который называется первыйлад.ру. Там они, как в аптеке, разложены в аккуратные стопки, и там все очень легко найти, там все распределено по жанрам, по сложностям и так далее. Кстати, на нашем сайте недавно вышел новый курс, который посвящен игре на гитаре в стиле BB King. Если вам интересна эта тема и вы случайным образом пропустили это важное событие, то заходите на сайт, знакомьтесь с этим курсом и, если вам нравится, приобретайте его. Также подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте, которое называется, естественно, Первыйлад. Я там выкладываю много смешных картинок, новинки той музыки, которая мне нравится, старенькие, но тем не менее прекрасные песни. В общем, у нас весело, оживленные дискуссии, при этом мы не втаптываем друг друга в грязь, что, согласитесь, довольно редко на интернет-пространстве. Ну и теперь перейдем к разбору этой песни. Итак, начнем. Эта песня у нас будет играться в тональности ля-минор. И мы давайте сначала освоим тот штрих, которым мы играем правой рукой. Первый аккорд у нас ля-минор. И давайте разберемся. Мы играем пятую, четвертую, третью струну медиатором вниз. Затем первая струна вверх, вторая струна вверх и третья струна вверх. Эта песня у нас играется в триольной пульсации, поэтому вы можете считать. Раз-два-три, 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 если вам сложно запомнить ритмику этой песни. То есть, пятая, четвертая, третья, первая, вторая, третья, пятая, четвертая, третья, первая, вторая, третья. Так мы играем один раз. Затем у нас аккорд до. Аккорд до мажор. И то же самое, пятая, четвертая, третья, первая, вторая, третья, медиатором вверх. Затем у нас аккорд ре. Соответственно, у нас тоник открытая четвертая струна. Мы играем тоже самое медиатором вниз. Четвертая, третья, вторая струны. И первая, вторая, третья обратно медиатором вверх. Затем у нас аккорд фа мажор. Здесь мы играем следующим образом. Шестая струна, четвертая струна, третья струна, шестая. То есть мы минуем пятую струну, когда обыграем аккорд фа. Затем первая, вторая, третья медиатором вверх. Шестая, пятая, четвертая, первая, вторая, третья. Это у нас первые четыре аккорда. И затем то же самое начинается ля. До. То есть начинаем мы также первые два аккорда. И затем у нас аккорд сначала ми мажор. Мы его играем как ми мажор. И обыграем также как фа. Шестая, четвертая, третья, медиатором вниз. И первая, вторая, третья, медиатором вверх. И потом играем то же самое. Только ставим мизинец на третий лад второй струны. Соответственно у нас получается аккорд ми-7. То есть давайте вторую часть. Затем третья часть этого квадрата. То же самое как и первая. Затем последняя часть. Мы играем ля. Мы играем ми-7 с мизинцем на второй струне. Потом опять ля. И опять ми-7. Итак, давайте разберем гармонию с самого начала. Ля. До. Ре. Фа. Ля. До. Ми. Ми-7. Ля. До. Ре. Фа. Ля. Ми-7. Ля. Ми-7. И у вас начнется ваш первый следующий квадрат. Играйте это аккуратно. Если у вас не получаются связки между аккордами, то тренируйте именно эти связки между аккордами. А не играйте все подряд. То, что у вас уже получается. И каждый раз запинаетесь на одном и том же месте. Это не подходит для учебного процесса. Вы делите ту проблему, у которой у вас не получается. Допустим, переход от ре мажора к фа мажору. И тренируйте именно этот переход. То есть, сначала вы просто тренируете переставлять эти аккорды друг за другом. Затем уже играете это с перебором. Вот. На таком примере. И скоро вы заметите, как у вас все получается. И доведите эту вещь до того состояния, когда у вас все звучит плавно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Никаких стопов между аккордами. Никаких затыков между тем, как сыграть какую-то другую струну. Это отличное, как я уже сказал, упражнение для правой руки. И кроме того, что это великая и очень известная песня. Что ж, друзья, теперь вы можете порадовать себя еще одной песней, которую вы освоили. Играйте ее, пойте ее. У нее не такая сложная мелодия. В общем, я надеюсь, мы вместе приятно провели время. До новых встреч. Пока. Пока.